Медицинский прибор 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 давят на органы, в том числе на простату, пережимая кровеносные и лимфатические сосуды. Благодаря двойному воздействию микровибрации и переменного магнитного поля МКН без нагрева, что очень важно, улучшает кровообращение и перестатику толстого кишечника, и нормализует стул. Но должна сказать, что, как и любая физиотерапия, МКН имеет ряд противопоказаний. Например, его нельзя использовать на острой стадии воспалительных заболеваний, тем, у кого стоит кардиостимулятор, или диагностировано злокачественное новообразование. Поэтому обязательно проконсультируйтесь со специалистом. А результат будет сразу или надо подождать? При ежедневном применении медицинского комплекса МКН уже на первой неделе сократятся ночные посещения туалета, а за счет уменьшения воспаления отеков предстательной железе уменьшится боли, брези и сжение при мощи спускания. Всего 15 минут в день, и нормализуется работа предстательной железы. Пройдут боли и все неприятные моменты, и вы обретете глую уверенность в себе. Есть ли такие результаты после нескольких процедур? Кто же будет при курсовом использовании? Благодаря микроевракциям и переменному моральному полю, МКН организует нервы и нормальный яд. Паривает, паривает разную хрень. Паривает у тестостерона до возрастной нормы. В результате у вас улучшится инфекция и усилится полное лечение. Больше слушать на трассе нечего. Здоровье, молодость и сексуальный затвор. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на бесплатный короткий номер звездочка 2203, звездочка 2203. Насколько МКН удобен в использовании, он удобен уже тем, что вы совершенно спокойно можете выполнять все процедуры дома, в машине и на работе в любое удобное для вас время. Еще раз напомню, что комплекс МКН предназначен для лечения заболеваний органов малого таза у мужчин и в первую очередь простатита. Снятие синдрома хронической тазовой боли, и восстановление потенции, а также защиты от умолы и других опухолей. Кроме того, МКН это целенаправленное, безмедикаментозное лечение сексуальных расстройств у мужчин любого возраста, вызванных сосудистыми заболеваниями и застойными явлениями. Его действие направлено на комфортное устранение проблем с простатом, избавление от боли и дискомфорта при лече спускания. Вы перестанете ночами бесконечно бегать в туалет и сможете вернуть себе мужскую силу и уверенность. Медицинский комплекс МКН это то, что вам нужно. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на бесплатный короткий номер звездочка 2203, звездочка 2203 или по телефону 8800-0133. А если вы успеете позвонить сегодня в течение часа, вас ждет специальная скидка и подарки. Не теряйте драгоценное время. Не терпите боль и дискомфорт. Позвольте себе жить с радостью и удовольствием. Займот. Заповедник Денциональные парки России. Государственный полный миосферный заповедник Весим был организован в 1946 году Свердловской области на площади в 56 тысяч гектарах. В 2001 году по решению Бюлнеска заповеднику присвоен статус биосферный. Заповедник уже многие годы работает по программам, отвечающим международным критериям биосферных резерватов, Играя важного в устойчивом развитии Европы. Весимский заповедник является одним из наиболее изученных участковых пунктов Урала и может использоваться для контроля за изменениями природных комплексов в результате деятельности человека на самом деле территории. Интересной особенностью заповедника является то, что его территория входит в зону гибердизации Европы, Сибирской и Европейской, а также находится на юго-западной границе сплошного распространения сосновосибирской, Гетт. Волны позвоночных животных кипичны для Тайофа зоны среднего мира. Из предпитающих формовыми видами являются лусь, 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 среди кмель, уница, красная, кладка и ласка. В ближайшем времени на территории заповедника известна деканция нескольких видов населения, включенных в красные книги, красного профиля, бабочка-венокчер, репрессная шурупца, бабочки, парусники, Аполлон, дневная бабочка семейства парусников. Передовое название дано в честь древнегреческого божества красоты и света Аполлона. Древние греки считали бабочку символом бессмертия души. Красавец Аполлон самая большая бабочка в Европейской России. Размахи ее пыли достигает 10 сантиметров. Несмотря на репутацию двух полетающей бабочки, в поисках формы насекомое способно полететь за день до 5 километров. Вечером бабочка стоит на 70, чтобы наночу пылиться в крови. Почти во всех странах обитания бабочка Аполлона занесена просто в небо, как исчезающий вид. Причин исчезновения Аполлона... Радар. Ограничение 70. Кромовых зон бабочки. Изменение климата. Слабая способность к миграции. Еще одна причина. Узкая пищевая специализация гусеница Аполлона. Питается она только очидком многолетним растениям из семейства подстянковых. Активна лишь в ясную погоду. А в космурные дни от приема пищи отказывается и прячется в сухой траве и под камнями. В Весинском биосферном заповеднике организованы увлекательные экологические маршруты, знакомящие посетителей с достопримечательностями дикой природы среднего Урона. Каждый год в мае месяце в Весине проводятся захватывающие справы по реке Сумя. Слушайте в нашем эфире и на платформе Смотрим. Смотрим. Встреча с песней ждет вас во вторую, четвертую и пятую субботу на одних параллелах России. До встречи. Ваш Виктор Татарский. Дети, точка, радиус, точка. Это вот тот, в котором мы живем. Это мои друзья. Моша, девка и я. А это Марина Сергеевна. Наша воспитательница. Скажи, насколько мы катимся. Здесь космические правители. А это мои будущие родители. Дети, точка, радиус, точка. Радиус, точка, радиус, точка. Дети, точка, радиус, точка. Сам трек. Талантливый мистер Рипли. 1999. Да, ну что, дождик пошел меркий. Британский сценарист и драматург. Надолго, наверное. Это премия «Оскар» за картину «Ангельский пациент», после успеха которой сразу принял предложение по экранизации «Талантливого мистера Рипли». 18 марта 2008 года Энтони Менгелло скончался из-за осложнений после операции по удалению раковой опыта «Легор». Его последней работой стал сценарием к картине «Руба Моршева-9». «Талантливый мистер Рипли» — первый из пяти романов Патриции Хайсмит о Томе Рипли. «Идиотизм — полнейший надмежки метров». «Идиотизм» «Полнейший надмежок та спわел sería милый fail». Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас останавливаются автобусы. А, нет, это не та. Нет, та стоянка была с правой стороны. С левой стороны заправка Газпром нефть. Но от заправки... Чуть попозже расскажу об этом Горизонт. А, есть, нормально. В общем, можно от заправки заехать и на стоянку Горизонт. Территорию заасфальтировали. Хорошая стоянка. Значит, двигаясь на запад, можно от заправки повернуть на эту стоянку. Чем она мне запомнилась. Там буфет был. Ну, сейчас есть их на столовке. И вот отношение к людям, к клиентам, такое, как было во времена Советского Союза. Я стоял, просто получил удовольствие. Такое, довольно таки грубоватое. Типа, у вас много, я одна, ля-ля-ля-ля. Отдых с массажем на стоянке Горизонт. Телефон 8-913-705-45-60. Это реклама этой стоянки, о которой точно говорил. Стоянка была бесплатная. Там, кстати, останавливается много междугородных автобусов. Туалет. Всё такое. Можно отдохнуть. Потому что до... От Новосибирска там сколько проехали? Километров. Вместе, наверное. Что такое? Ограничение 70. Что здесь? Мост проходит. Впереди камера на 50. Ещё лучше. Радар. Ограничение 50. Наверное, большая концентрация ДКП была. Кالка 25. Моя. Пр congestion. Я прошу. Моя. 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 Ну, тут все летят почему-то. Да вы, ё-моё, 50, ну куда вы, нахрен? Ну, тут все летят почему-то. В общем, картинку реально увидели. Знаков я не видел на 50, не обратил внимания, может, призывало. Знаков я не видел на 50, не обратил внимания. Знаков я не видел на 50, не обратил внимания. Часа. Знаков я не видел на 50, не обратил внимания. Знаков я не видел на 50, не обратил внимания. Чулы N82. Так, нужно рассмотреть. Третья. Наученными остановлюсь, посмотрел маршрут навигатора. Как он положил трек. Третья. 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 Продолжение следует... 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 Вот еще хорошая стоянка. Асфальтированная справа. Слева. Заправка. У нас есть два метра школьников, которые могут возникать за пандемию. Российские школьники заняли сразу 4 золотые медали на Европейской и Юниорской Олимпиаде по информатике. Одно шоколочка стала единственной ролью ключей в поле, одной золотой шоколás. За пандемию Олимпиада прошла в дистанционном формате, в минутое им приняли участие в творожных полюбах представителей 30 стран. А тут если сообщить, то на российской информатике 9 человек получили голодные медали Получили голодные медали И при этом особенно радостно, что у нас абсолютно первое место И на авторимах в Казани, если вы увидели Лопачевск Он занял абсолютно первое место А другие страны получили не более одной голодной медали Румыны лавятся особенно тяжелыми задачами И поэтому, можно сказать, что, ну, высшая уже была задача по сложности И, например, первый день никто, ни из наших участников, ни из других стран Исправился со всеми задачами То есть там полного балла ни у кого нет А второй день, в 13, он сумел получить 300 баллов в 300 И вот благодаря этому, собственно, не только в 800 баллов у нас абсолютно вера Европейская юниорская олимпиада школьников по информатике проходила в два этапа 26 и 27 августа На это время участники предфлюстрировали различные навыки Решив 6 алгометрических задач Да, посмотреть бы, сколько этих задач Интересно В этой республике И Ленинградской областях И в Петербурге Рассказал ТАС Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин Было бы неплохо, если бы они Называли задачи И Описывали условия этой задачи Сказал Метеорок По данным гидрометцентрам В Московском регионе День знаний ожидается 27 День знаний И «Россия», «Россия» «Иrimination» phone «Rossiy « uno «zinho 25», « я Почему показываешь ограничение 70? Впереди камера, на 70. На пустом месте, Лендекс, создаешь проблемы. Да, 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 да. Нуляши, настоящие. Благодарю. 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 Яндекс. Опять мозги круты. 70. Где тот знак? 70. от выничеения Харень какой-то показывает в Яндекс. Теперь 90 показываю, я не понял, глюк в Яндексе, не доработка, нечеткая работа. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дурелка картонная. Деньги только переводят на этих дурелок. Субтитры делал DimaTorzok Я с этим согласен. Газовая заправка. Так, солнце в лицо. Так, солнце в лицо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Местное время 10 часов. Субтитры делал DimaTorzok Впереди камера 1.70. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Наверное, отолью. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 90 значит 90. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сбросим еще немного скорость Продолжение следует...